Пятеро из ломбарда, холодильник. С момента постройки памятник светской Украине в народе приобрел немало названий. Монумент возвели на старейшей площади города, нынешней Конституции, тогда площади Тевелева. До войны здесь стоял дворец пионеров, бывший дом дворянских собраний. От постоянных бомбежек здание сильно пострадало, его снесли. На пустыре организовали сквер. К столетию со дня рождения Ленина площадь решили благоустроить. Отвести управлению капитального строительства горысполкома земельный участок площадью ориентировочно 1 гектар за счет сквера на площади имени Тевелева для строительства монумента провозглашения советской власти на Украине и благоустройства прилегающей территории. Из решения исполкома Харьковского горсовета от 25 июня 1969 года. В конкурсе на лучший проект памятника участвовали около 30 работ со всей Украины. Победил проект Харьковских зодчих. Его одобрила верхушка Компартии УССР. Под знаменами стоят рабочие, колхозница, матрос и солдат. За монумент авторы получили государственную премию имени Шевченко, вспоминает жена скульптора Михаила Овсянкина. Когда повезли на утверждение Щербицкому, эту рабочую модель, скульпторов не пустили в этот зал, а просто потом они в замочную скважину смотрели. И тогда решили, только красный гранит и только так. Работа с гранитом для скульпторов – задача не из легких. Одно неверное движение зубилом – и у скульптуры нет носа или руки. Гранит – сложный материал сам по себе. Он одновременно и твёрдый, и хрупкий. Нельзя сделать какие-то ажурные вещи, потому что он хрупкий. Он трудно обрабатывается, но он легко скалывается. Стоимость монумента – без малого миллион рублей. Марокки авторам добавила метро, проходящее прямо под памятником. Чтобы от вибрации изваяние не разрушилось, его укрепили как военный объект. На 10-метровые сваи положили сплошную монолитную плиту фундамента. На железобетонную основу монумента ушло больше 60 тонн стали. Каждая из этих гранитных плит крепится к бетонному каркасу десятками толстых стальных прутов, а сверху для прочности ещё залита бетоном. Монумент в честь провозглашения советской власти в Украине изначально строили, что называется, на века. Но не прошло и полвека, как стал вопрос о переносе символа советской власти. Убрать холодильник с площади харьковские власти вознамерились в 2005-м. Авторы проекта тогда говорили, сдвинуть памятник с места невозможно, разве что взорвать. Если, так сказать, власти решают, значит, ну переносите, но вы не сможете. Ну это можно было гипсовую перетащить. Он сказал, что его невозможно перенести, потому что он так зацементирован. В научном архиве хранится проектная документация монумента. В одной из бумаг расчёты количества бетона и стали в конструкции. В одном кубометре монолитной основы памятника – полтора центнера металлической арматуры. Директор архива – в прошлом специалист по прочности материалов. Говорит, сейчас даже просто отделить гранитные плиты от бетона не выйдет. Насколько я представляю нашу современную технику, в общем-то, его можно поломать, во-первых. А во-вторых, те анкера, которые там крепят силуэти, на такой площади, на такой длине, ширине, в общем-то, как говорится, подойти к этим анкерам, чтобы их перерезать, невозможно. И всё же чиновники от идеи перенести памятник в район ХТЗ не отступают. А на площади Конституции планируют установить монумент независимости. Но пока это лишь намерение. Послезавтра пройдут общественные слушания о переносе памятника советской Украине. Если харьковчане вступятся за пятерых из ломбарда, один из символов города может остаться на прежнем месте. Анри Кравченко, Павел Кубраков, Алексей Калмык. Объектив неделя.